Хочу сказать несколько слов. Я сегодня с вами был директор. Они языки гюнляри, джимхур башканы, си цими олоджак. Едва ли не самые крылатые фразы недели были произнесены не на русском языке. Владимир Жириновский обратился к избирателям на татарском. Новость звучала так, и страна, увы, так и не увидела разницы между татарским и турецким языками, на котором и говорил лидер ЛДПР. Так или иначе, то был реверанс, но татарский народ, получивший за долгие годы от политика немало проникающих ранений в область сердца, вряд ли оценил эти несколько капель тюркского бальзама для души. Впрочем, радует хотя бы та мелочь, что политики еще способны говорить с народом, а не только меж собой. Отвратительная баба! Да, ебаный! Последний! Владимир Руль! Вот, а как иначе? Материться нельзя! А как иначе? Нельзя! А как иначе? Нам все время показывают одни и те же пожилых людей, которые ничего нового не могут предложить, и играют просто роль статистов на этих выборах. А вы поливаете! Вы поливаете! Молчать! Молчать сказал! Спокойно! Господа! Господа! Спокойно! Физкультурой вы сможете заняться после передачи. Выборы — это бой, это схватка, это поединок. Так, во всяком случае, привыкли думать те, кто привык общаться не с избирателями, не с людьми, а непосредственно со своими политическими оппонентами. Для них выборы — это бокс. Для них идеален формат вот такой личной встречи, когда не хочется просто лупить грушу, очень хочется лупить своего главного соперника. Но что, если претендентов, например, не двое? А что, если их, например, целых восемь человек? И у каждого из них, у кандидатов в президенты, как и у боксера, есть свои 12 раундов по три минуты на каждой. Да, им кажется, что этого мало, но это финал за титул, и к нему нужно уже подходить в ранге тяжеловеса. Мы же как будто из года в год наблюдаем одних только любителей. Для того, чтобы друг друга оскорбить словом или действием, вот, как-то запомниться. Да, это, так сказать, видимо, расчет на то, что слова улетают, а вот то, что они сделали, это остается. Хороший термин. Мы живем в обществе спектакля. Так как бы спектакль имеет свои жанровые особенности. Это одно. Реальная политическая повестка дня – это немножко другое. Кому вы поверите и доверите? Этих людей на гражданскую службу допускать нельзя. А они идут кандидатом в президенты. Это позор. А есть ли те, кто реально знает, как это сделать? Не похоже, что они есть, судя по тому, что мы видим. Одно дело, когда ты болтаешь там, да, обо всем и говоришь, что я знаю, как сделать лучше. Другое дело, говорит, ну а ты покажи, где ты вообще, каких успехов добивался. Знаете, беда русской, российской интеллигенции была всегда в том, и советской в том числе, кстати. Она никогда ничем не руководила, но всегда хотела рассказывать о том, как это сделать лучше. Вот именно рассказывать. На этой предвыборной грядке, где вечно ссорятся огурцы с сорняками, в этом году как минимум два довольно свежих вида зеленой поросли. Первый. Тот, что поливает водой конкурентов, но при этом, по-видимому, представляет собой сорняк, поскольку воюет сразу против всех. Шансов выжить мало. Корни маловаты. Я предлагаю проголосовать вам за мир. За то, чтобы мы повысили расходы на образование минимум в два раза. За то, чтобы мы наконец-таки занялись социальными проблемами внутри нашей страны. Собчак уповает на то, что там экономика излишне милитаризирована, и вдруг стало очень так трогательно заботиться об образовании, здравоохранении пожилых людях. Как говорил Станиславский, не верю. Так, уж кто-кто, но, по-моему, в такой, в левой повестке дня Ксения Анатольевна никогда не была замечена. Именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентно способной. Второй. Павел Грудинин от КПРФ. Новая модификация старого вида. Человек, который призван был показать некое новое современное лицо социализма, продемонстрировал в итоге народу несколько иную часть тела, оставив после себя множество лиц, из которых, впрочем, все сплошь доверенные. Шутка такая есть сейчас, что у Грудинина одна есть проблема, это КПРФ, а КПРФ теперь есть тоже одна проблема, это Грудинин. Да, вы знаете, ну, можно согласиться с этой шуткой, да, потому что на самом деле, да, мы не видим, да, какого-то мощного, значит, кандидата, и я думаю, что вот пока данные социсследования об этом свидетельствуют, да, мы видим у тех людей, которые борются за второе место, ну, фактически 5-7%, да, ну, может быть, до 8% они дотянут. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. Риторика Грудинина, риторика всех остальных – все рабы простейших истин. И каждый преподносит электорату его собственные мысли, страхи, мечты. Лишь в слегка принаряженном виде. На федеральном уровне, где у каждой партии есть свой политический бульдог, все это смотрится довольно живо. На региональном уровне, на нашем уровне, например, там, где нет тяжеловесов, оппоненты весьма прохладны и к друг другу, и к аудитории. Мы наблюдаем, будто бы уже 12-й раунд битвы за титул. Впрочем, в отсутствии главного соперника, что остается, если боязно вызывать на бой даже равного. Остается улупить вот эту грушу. Она не ответит, и с ней можно не церемониться. Ей можно припомнить все. Международная обстановка. Отток капиталов. Цены в магазинах. Свободу слова. И еще можно выглядеть очень сильно, не боясь получить в ответ. Я вот с 8-го года, с 9-го года там у нас выборы начались куда-то, и все время одно и то же говорю. Одно и то же, как попугай, говорю. Чтобы страна у нас была великая, поэтому у нас только мы за одно. Просто у всех, как бы я как-то говорил это давно, мы все, вообще-то, оппозиционные партии, как бы образно говоря, в одной лодке. Осторонние! Бежоны! Что же вы не пьете своего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить? То есть они друг друга тащат на одну мост. Что касается оппозиции, к сожалению, это, наверное, вот момент, связанный с ее нынешним положением. И можем говорить, что непопулярностью среди большинства граждан Российской Федерации. На фоне этого почти лунного пейзажа на этой неделе вспыхнули лишь две светлые точки. Известные лица, доверенные лица президента Путина. Две светлые точки на фоне семи шопенгауэровских пессимистов-народников. Уже исколесили всю страну. Ну и Казань серьезный регион Татарстана. Очень серьезный Татарстан. Во-первых, он серьезный, во-вторых, он любимый. Поэтому мне здесь, наверное, выступать легче, чем другим представителям. Потому что та работа, которая ведется, она видна все-таки. Поэтому, мне кажется, Владимир Владимирович делает все для того, чтобы страна была сильной, мощной, красивой. Красиво себя представляла на международной арене. Вот о чем хочется сказать. Я думаю, что, я говорю, как нигде, а в Татарстане это видно. Видно, что делается и как делается. Ну, я знаю, что будет в моей жизни завтра, к чему я стремлюсь. Я знаю, что будет в нашей команде через 3-5 дней, на что мы ориентируемся. И, конечно же, чтобы это все реализовалось, важно, в какой среде мы находимся. И потому я и занимаюсь сегодня активную позицию. Стакан наполовину полон или наполовину пуст решать избирателю. Через неделю уже. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. 7 дней.